ассалам алейкум рахматулла спасибо вам за ваши труды вопрос чему обучает наука ирфан спасибо и так по поводу того чему обучает наука ирфан вообще можно ли назвать ирфан наукой здесь это под большим вопросом на самом деле ирфан на самом деле это некий отчет некий отчет то есть кто является кто является теми те люди которые пишут книги по ирфан как правило то есть первые источники по крайней мере это люди которые прошли определенный духовный путь как правило это люди влюбленные в бога которые через определенные духовные практики воспитали в себе качество не замечать ничего кроме аллах не замечать ничего кроме аллах через духовные практики через трудности через испытания и так далее через разные труд через разные духовные практики они воспитали в себе качество не видеть ничего кроме аллах быть влюбленными в аллах и больше всего и выше всего ценить отношения с аллахом ценить любовь и довольство аллаха и вот это вот духовная практика привела и к тому что для них открылся мир для них открылся открылись горизонты которые недоступны обычному человеку то есть они видят то что мы не видим некоторые вещи которые мы не видим и ирфан заключается в том что они эту свою духовную практику описывают и описывают то что они видели то есть это некий отчет самым что ни на есть прямом смысле слова это отчет не всегда правильный очень часто этот отчет он вообще как бы не стыкуется он не всегда правильный то есть точнее выводы которые они делают порой из этих отчетов из увиденного из испытанного из пережитого те выводы которые они делают они порой совершенно нелогичны и не соотносятся и не соответствует самому увиденному самому отчету самому того что они пережили и перенесли порой не соответствует. Поэтому Ирфан как таковой науке, в принципе, не является, это просто некий такой, скажем, дневник, дневник духовного человека. Он описывает свои переживания, описывает своё увиденное им, и не всегда в точности описывает. Хочу обратить внимание. То есть вот это безусловное доверие тому, что они пишут, это вообще неправильная позиция. И тем более, что сами же эти люди, самые большие, самые великие из них, самые выдающиеся из них, ясно, недвусмысленно подчёркивают, что вот это видение, которое у них имеется, вот это переживание, которое у них имеется, они не всегда от Аллаха. Порой эти видения и эти переживания от шайтана, они сами об этом говорят. А если так, то как определить, какое видение от Аллаха и какое видение от шайтана, от дьявола? Здесь у нас, кроме Корана, Сунны и логики, и разума, у нас никаких других инструментов нет. Поэтому в любом случае всё это должно быть пропущено через Коран, Сунну и логику, и разум. Поэтому вот это вот абсолютно доверие, они же такие были, они хорошие были, они влюблены были в Аллаха. Да, то есть мы это оспаривать не собираемся, и неправильно это оспаривать. Согласны, хорошие люди были, но вот это вот описание того, что они видят, и выводы из того, что они описывают, они не всегда и не безусловно должны вызывать у нас доверие. Поэтому Ирфан — это не совсем наука, это вот такой отчёт людей, которые прошли и проходят определённые духовные пути, духовные переживания. Лицезреют что-то, что обычные люди не видят, переживают что-то, что обычные люди не переживают, в связи с тем, что они через духовные практики воспитывают в тебе любовь и привязанность к Аллаху. Субтитры создавал DimaTorzok